Возлюбленные, слава Иисусу за это чудное служение. Вчера, я верю, что и сегодня будет сильное служение, так же, как и вчера, и мы будем наслаждаться Господом. Вчера вечером мы провели одно служение, и многие пришли и были благословены, и так же многие нас смотрят сейчас в прямом эфире. Если вы смотрите нас в прямом эфире из-за границы Армении, то ваши грехи прощены. Если вы в Армении и смотрите по интернету, не очень-то прощены ваши грехи. Знаете, что виртуальная церковь – это не то. В церкви есть атмосфера, которая ничем не заменит. Недавно меня спросили, говорят, мир становится все более и более виртуален. Знаете, да, но я знаю две сферы, в которых нет виртуального. Знаете, первое – это семья, и второе – это церковь. Ты не можешь вести семью и церковь виртуально, общаться виртуально. Кто верит в семью, что у нас должны быть прекрасные семьи, слава Богу. А кто верит, что церковь должен быть в церкви? Знаете, я счастливый человек, нахожусь среди людей, которые верят в то, во что я верю. Итак, давайте пройдем к слову сегодняшнему. Знаете, я хочу открыть книгу Иова, 14 главу, и первый стих прочитать. Знаете, часто у нас в жизни бывают неправильные ожидания. Я понял, что важно, что мы ожидаем и где мы этого ожидаем. Когда ты думаешь над этими двумя вопросами, ты понимаешь, что иногда ты ожидаешь неправильных вещей и в неправильном месте. Большинство в народе, знаете, сидя дома, это неправильно ожидать чего-то, сидя дома, да? Это, конечно, благословенное место. Но большинство людей в народе сидит дома или сидит там, стоит на улице и ожидает, что правительство им что-то даст. Знаете, вы знаете ведь историю, вы знаете своих дедов, отцов. Когда это правительство постучалось в дверь и сказало, после этого твоя жизнь не изменится и все будет хорошо. Бывало такое когда-нибудь? Нет, мы включаем телевидение и видим, что электричество подорожало, газ подорожал. Что может сделать правительство? Может просто поднять цену на что-то и потом немножко опустить. Нет, мы верим, что у нас будет возможность заплатить за все это. И иногда люди просто сидят и ожидают, что кто-то осчастливит их. Знаешь, они сидят в неправильном месте и имеют неправильные ожидания. Итак, я понял, что в этой жизни очень многого не нужно ожидать. Поскольку мы небесные существа, но живем в земной жизни. Мы небесные существа, но живем земной жизнью, потому что наш Дух от Господа. Он в руках Господа. И сейчас мы здесь. Мы, у нас небесные чувствования. И вдруг на этой земле мы почему-то ожидаем небесного. Не всегда так происходит. Скажу вам больше, никогда так не получается. Мы можем частички с небес получать здесь на земле, но небеса полностью, то, что есть в раю, то, что есть в том мире, этого нет. Наши ожидания часто бывают неправильными. Вы чувствовали, когда мы разочаровываемся в жизни? Не из-за Бога. Нет, из-за наших ожиданий. Потому что мы ожидаем чего-то, что не получаем, и мы разочаровываемся. Знаешь, и возникает вопрос. Когда ты ожидал? Кто тебе сказал, что так будет? Мы разочаровываемся из-за ожиданий. Ожидаем одного, а получаем другое. И здесь Йофф пишет. Человек, рожденный женою, краткодневен. Это, конечно, мы все знаем. И присыщен печалями. Есть здесь люди, которые рождены женою от женщины. Слава Богу. 30% рождены от женщины нашего зала. Кто поднял руку. Конечно, это шутка. Если есть здесь кто-то, кто не рожден от женщины, значит, это, наверное, ангел, который сидит в человеческом обличии. Добро пожаловать. Нет, мы все рождены от женщины. И написано, что человек, рожденный женою, краткодневен и присыщен печалями. Скажи, печалями. Знаете ли вы, что значит нести главную роль в фильме? А что значит нести роль в эпизодах? Я хочу объяснить вам. Один фильм, приведу пример на одном фильме. Есть такой фильм «Мы и наши горы». Армянский фильм. Молодые люди скажут, ну, сказал бы фильм, который мы не видели. Хорошо, не буду объяснять, что значит эпизод молодому поколению. Например, Ревас, один человек из деревни, это роль эпизодическая. А Фрунзик Макарчан, он был главным героем. В фильмах есть эпизоды. Например, есть же фильмы, в которых играет один главный герой, а кто-то во второстепенной роли появляется. Кто-то подошел, поговорил и ушел. И больше не увидишь этого человека в фильме. Это называется эпизод. Раньше я думал так, что счастье находится в главной роли в жизни, а проблемы – это эпизодические роли. Но я понял, что счастье в этой жизни – это эпизоды, а в главной роли проблемы. Кто согласен со мной? Мы всегда ожидаем, чтобы, знаете, пришло это счастье. Но это счастье, в какой-то момент он приходит, ты думаешь, ой, как хорошо, и начинаются проблемы. Я помню, что мои родственники сидели дома, смеялись, и вдруг соседка сказала, «Господь, Господь, помоги нам, почему мы столько смеемся? Не случилось бы что-нибудь». И я спросил маму, почему она так говорит. И мама моя сказала, знаешь, жизнь такова, когда ты много смеешься, потом будешь плакать. Если много плачешь, потом будешь смеяться. Не знаю, насколько это истинно, но есть в этом доля правды. Вы верите, что… Конечно, мы верим, что после радости мы будем опять радоваться, но эта жизнь, в которой ты всегда радуешься, и смеешься, и утром опять смеешься, это только на небесах будет. В этой жизни, где бы вы ни были на земле, она полна проблем. Проблемы, трудности, каждый Новый год мы собираемся, накрываем столы по всему миру, и счастья желаем себе. Пусть будет хороший год. И все ожидают, что год будет хороший. Знаешь, год не может быть хорошим, потому что все те же проблемы, те же слезы, пока ты находишься на земле, те же трудности, но время от времени счастье подходит, касается тебя, ты чувствуешь свежесть, и опять все начинается. Но эта жизнь, она временна. 70 или 80 или 90 лет, кому как повезет. У каждого есть свое время. Но в этой жизни мы живем для вечности. И мы приняли Иисуса Христа не как талисман в этой жизни, чтобы Он нам помог, но чтобы мы были вечно с Ним. Я понял, что эта жизнь нам дана для того, чтобы, взявшись за руки, просто идти вперед. В этой жизни мы идем в борьбе. Я не верю, что в одиночку можно все победить. Мы должны быть в церкви, мы должны быть среди родных, среди родственников. И ты должен просто схватиться за кого-нибудь, взять кого-нибудь за руку и бежать вперед. Знаешь, когда Иисус пришел в этот мир, Он взялся за многих людей и сказал, «Ребята, пошли!» И мы также просто берем людей за руки и бежим к вечности. Сколько бы дней нам ни было дано, мы прославляем Господа, славим Его, благодарим за все. Но это, конечно, не моя сегодняшняя проповедь. Сегодня моя проповедь, знаете, как называется? Возможно, по-другому можно было назвать ее, но я верю, что когда ты прослушаешь до конца эту проповедь, ты будешь освобожден. Сила Духа Святого коснется тебя. Я назвал эту проповедь «Опять опасность». Скажите вместе со мной «Опять опасность». Знаете, есть жизнь в безопасности, но есть жизнь в опасности. Как вы думаете, Господь призвал нас быть в безопасности или в опасности? Для того, чтобы быть в безопасности. Вот в этом и состоит неправильное ожидание. Я также думал, что Бог призвал нас быть в безопасности. Но, знаете, Бог, я увидел в Библии, что призвал нас быть в опасности, хотя Он будет помогать нам и будет спасать нас. Нигде вы не можете прочитать, что будет написано, «Когда вы приняли Меня, будете в безопасности». Знаете, многие ищут такой жизни. Вот приняли Господа, будем ходить к себе в безопасности, и когда что-то с ними случается, они удивляются, почему это произошло. Прочитайте Нагорную проповедь. Вас будут гнать, вас будут злословить, где вы там видите безопасность. Кто читал Евангелие с начала до конца? Кто читал Нагорную проповедь Христа? Написано, будут вас гнать, будут везти в синагоги, убьют за имя Мое. Но радуйтесь, потому что имена ваши написаны на небесах. Разве это безопасность? Господь, может, мы чего-то не знаем, и сегодня я верю, что мы многое поймем. Давайте откроем плач Еремии. Еремия, он рыдает, просто плачет. Пятая глава, девятый стих. «С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе». Написано, «С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе». Мы все понимаем, что очень часто мы едим хлеб в опасности. Приведу очень простой пример примитивный. Потом уже другие примеры припеду. Я находился в США, и, знаете, в Америке не существует нормального хлеба лаваша армянского. Пусть меня простят все люди, которые живут в Америке, они, конечно, провозглашают, что у них есть лаваш, но его на самом деле нет, потому что все пекут его в разных печках и так далее. То есть он не настоящий лаваш армянский. И одна женщина, которая продавала лаваш, я ее спрашиваю, вы не можете сделать вот эту яму в земле, в которой специально пекут лаваш? Она говорит, нам не позволено здесь сделать такую яму, потому что в Америке говорят, что вдруг кто-то упадет в эту яму. А вы видели женщин, которые пекут лаваш? Вы видели их? Если эти люди не рисковали бы, то мы бы не ели лаваша. Есть одна женщина, она полностью, наполовину просто в эту ямку ныряет, ударяет о стенку этой ямы лаваш. Но каждый лаваш – это в цену ее жизни, можно сказать. Так похоже здесь, как написано в этом слове. С опасностью жизни достаем хлеб себе. Знаете, в Инстаграме или в Фейсбуке, если напишешь Армения или хэштег Армения, обязательно первое, что вылезает, это гора Арарат и наши женщины, пекущие лаваш хлеб. Как они пекут его, как они в этом тандуре, его пекут в этой яме. И ты думаешь, они с опасностью для жизни пекут этот хлеб. Итак, в жизни каждого, в работе каждой есть опасность. Кто самый неудачливый человек? Это тот человек, кто боится опасности. Знаете, кто самый удачливый человек, успешный? Это те люди, которые могут идти на риск и не бояться опасности. Я хочу спросить, есть ли люди, которые боятся прыгнуть с самолета? Да, многие. А как вы на миссию можете поехать? То есть, извините, не с самолета, а летят на самолете. Те люди боятся на самолете лететь, у которых фантазия очень развита. Не бойтесь летать на самолетах. Знаете, каждый раз, когда я лечу куда-то проповедовать, и всегда приходит такая мысль, вдруг упадет этот самолет или еще что-то. Знаешь, всегда, если приходит такая мысль, скажи, слава тебе, Господь, вечером я буду обедать с апостолом Павлом. Самые опасные и успешные люди — это те, кто не боятся опасности, не боятся смерти. Мы не боимся смерти, потому что написано, что верующий в меня, если умрет, будет жить. Я бы хотел, чтобы каждый человек здесь был рисковым человеком, рисковал. Если спросишь самых сильных, успешных бизнесменов, в чем их успех, они не скажут в образовании или в каких-то деньгах, они скажут в риске, мой успех. Когда впервые Господь мне сказал проповедовать, я находился в Москве. И я подумал, знаете, все бывает когда-то в первый раз. Мы вышли на Арбат в Москве, мы были с нашим оником, братом. И я помню, как я впервые проповедовал. Просто закрыл глаза и начал проповедовать. Открыл глаза, многие люди стоят и каются. Я сказал, Господь, это я? Господь сказал, нет, это я. Я был наполнен просто. Однажды я даже пошел на Красную площадь и подумал, все, началось в моей жизни. Знаете, сейчас очень легко стоять и проповедовать. Хотя и сейчас нелегко. Но в то время я давно там не бывал, на Красной площади, где Ленин лежит. Он лежал, я стоял. Была большая разница между нами. Знаете, каждый, кто стоит, скоро будет лежать. Это жизнь такова. Он лежал, Ленин лежал в мавзолее, а я стоял. И знаете, весь народ, солдаты там стоят. И знаете, как трудно там начать проповедовать. Скажи риск. Скажи храбрость. Это твое призвание. Это твое призвание. Я стою на Красной площади и громко крича проповедую. Ленин лежит. Ленин мертв. Но Иисуса ни один мавзолей не смог удержать. Он воскрес из мертвых, и он сейчас здесь, он жив. Я это проповедую, и три полицейских, три милиционера подходят ко мне. Ты проповедуешь, и ты думаешь, ты их не видишь. Они подошли ко мне и сказали, по какому праву вы здесь проповедуете? Я сказал, у меня есть право. У вас есть разрешение здесь проповедовать? Я говорю, да, есть. Говорят, покажите документ. Я открыл Библию. Где было написано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Я говорю, если Красная площадь находится во всем мире, значит, Бог позволил мне, дал мне разрешение везде проповедовать. И они смотрят друг на друга, не знают, что делать со мной. А я улыбаюсь. Ничего не происходит, но внутри меня буря. Конечно, нужна была храбрость. И ты думаешь, как же это закончится все? Кому будет плохо после этого? И вдруг этот милиционер говорит, хорошо, говорите, но не кричите слишком громко. И я продолжаю проповедовать. И знаете, сколько людей каялись? Даже в троллейбусе. Я здесь был в троллейбусе, проповедовал. И знаете, что происходило в троллейбусе? Бог говорит, проповедуй в троллейбусе. Кому Бог говорил, проповедуй в троллейбусе? Многим людям. И вы проповедовали? Я громко начинаю говорить, проповедовать. Знаете, сегодня есть плод из этого троллейбуса, который покаялся в этом троллейбусе. Недавно приехали из-за границы люди, и один брат рассказал историю. Я прославил Господа, что я не гимнаст. Он говорит, что одна девушка заходит в магазин, она гимнастка. И Дух Святой говорит, пойди у кассы и сделай стойку. Знаете, как сильно, когда я слушал эту историю, я прославил Господа, что я не гимнаст. Я проповедник, и Бог сказал, проповедуй в троллейбусе. Эта девушка говорит, я, наверное, неправильно поняла. Она делает покупки и постоянно слышит, как Дух Святой говорит, иди и сделай стойку у кассы. Дух постоянно ей говорит в этот период. И она идет, становится у кассы, дает стойку. Она говорит, вот мои покупки, и в конце концов говорит, хорошо, Господь, и делает стойку возле кассы прямо там. Как только она встает, она видит, как кассирша плачет. Говорит, что произошло? Этот кассир говорит, Бог, Он жив, говорит кассир. И спрашивает, как вы узнали, что Иисус жив? Он говорит, потому что прежде вас один проповедник проповедовал мне и проповедовал, и я сказала, если Бог есть, пусть кто-то придет сюда и сделает стойку перед кассой. Возлюбленные, возникает вопрос, что мы выбираем в жизни, желанное или опасное? Снова повторяю, что мы выбираем, безопасность или опасность? Знаете, желанные вещи, их много, но опасные вещи приносят плод. То, что опасно, приносит плод. Знаете, многие хотят, чтобы был маленький у них котенок, такой желанный, пушистый, но нужно держать собаку, чтобы воры не вошли в дом. Также, возлюбленные, послушайте, в Филиппийцах 2.30 написано, ибо Он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг Мне. Знаете, что написано? Смотрите, что за дело Христова был близок к смерти, был в опасности. Вот и есть Евангелие. Знаете, эта жизнь просто предлагает тебе безопасность там, где безопасно, спокойно. Но Слово Божие говорит, когда вам будут говорить мир и безопасность, не веруйте. Пока не придет Царство Божие, не будет безопасности. В Японии детям дали такие гаджеты и сказали, если ты выйдешь из кругозора этой камеры, мы тебя не будем видеть. И поэтому дети не выходят за рамки этого круга. И родителям говорят, что если дети выйдут за рамки, и камера их больше не будет видеть, мы за них не отвечаем. А мы, армяне, мы убегаем от камер, мы не хотим быть под этими камерами. Возможно, скоро нам скажут, не делай этот шаг, потому что это небезопасно. Не делай тот шаг, потому что небезопасно. Когда я ехал в Индию, мне дали огромный список инъекций, которые я должен принять, чтобы поехать туда, чтобы было безопасно. Я разорвал этот список, и я сказал, я еду во имя Отца, Сына и Святого Духа. И ничего со мной не случилось. Я здесь. Знаете, сегодня мы не выбираем желанное, мы выбираем опасное. Итак, слушайте внимательно, как Господь призывает на служение. У Моисея было три части его жизни. Первое, он просто во всем охранял его, у Моисея не имел нужды ни в чем. В нашей жизни также бывают такие промежутки, когда мы рождаемся свыше, пока ты не получишь свое призвание. Знаете, разные вещи. Покаяться и получить свое призвание. И пришел момент, когда Моисей убежал в Египет. Как только услышал об опасности, убежал. Иногда наши верующие делают так, как только в служении опасность, мы убегаем. Он убежал в Египет и пас овец. Знаете, кто мечтает пасти овец на горах? Самые нищие люди и также самые богатые. Богатые люди говорят, я бы так хотел в конце жизни, чтобы у меня была ферма, пасти овец, а я буду просто сидеть на вершине там горы. У Моисея были овцы, и он весь день просто смотрел на своих овечек. До того дня, когда он увидел горящий кост, неопалимую купину, как она горела и не сгорала, он подошел к ней, и Господь стал ему говорить, «Я твой Бог, ты пойдешь, знаешь, Господь куда призывает?» Он не призывает в безопасную страну, скажи «безопасная страна». Он призывает в самую опасную страну, которая могла существовать для Моисея. Пойдешь в Египет и спасешь свой народ, мой народ, выведешь их из Египта. И Моисей стоит и дрожит. «Как я пойду?» «Ну смотри, что у тебя в руке?» «Жезл». «Брось на землю». «Бросил». Что произошло, вы знаете. «Жезл стал чем?» Здесь есть люди, которые любят змей. Никто никогда не берет змею на колени и начинает ее ласкать. «Какая ты хорошая». Нет. Змея есть змея. И вдруг Бог говорит, «Возьми за хвост змею». Вас, люди, не все знают, что нельзя брать змею за хвост. Змею берут за шею, чтобы не кусала. Потому что, как только ты взял змею за хвост, она повернется и укусит тебя. Самое опасное, что Бог мог сказать, в этот момент было «Возьми змею за хвост». «Самое страшное». «Господь, а что же насчет твоего призвания?» «Да, Он так призывает. Он скажет тебе, сделай то, чего больше всего боишься». Петру, он сказал, «Тебя поведут туда, куда не хочешь, и сделают с тобой самое опасное». «Добро пожаловать в служение». И Моисея взял за хвост змею, и змея стала жезлом его успеха. Он открыл, он вывел Израиль через этот жезл, он распростер море через этот жезл. И знаешь, если у тебя есть страх, просто возьми его за хвост, и он станет успехом твоим. Просто решись на это. Есть много людей, кто боится выйти замуж или жениться. Я одному парню говорю, «Почему не женишься?» Он говорит, «Пастор, даже себя не могу содержать. Как могу жену содержать?» «Почему вы это думаете, что нужно содержать эту жену?» «А вдруг жена будет вас содержать?» «Послушай, тебе уже 30 лет. Нужно взять эту змею за хвост. А есть люди, которые боятся ребенка завести. А если заведу ребенка, трудно будет содержать?» «Мужчинам легко сказать?» «Конечно, легко. Мы же не рожаем. И мы не виноваты в этом. Бог нас так создал. А женщина, она может перенести такую боль, которую мужчина не может перенести. Не бойся. Возьми это. Если люди боятся есть. Много буду есть, поправлюсь. Послушай, лучше поправиться на килограмм, чем жить в страхе всю жизнь. Может кто-то сказать на это аминь. Если боишься есть, приятного аппетита. Иди хорошенько пообедай. Я не говорю, занимайся чревоугодью. Не бойся этого. Страх не от Бога. Страх не от Бога. Аминь. Итак, Моисей взял змею за хвост, и Бог говорит, «Теперь иди в Египет». Он идет, а море закрыто. Опять опасность. Опять опасность. Прошли море, опять опасность. Все вопросы Господь решает. И нам кажется, что впереди у нас опасность, а сзади безопасность. Перед нами опасность, опасность, опасность. И вдруг эти вопросы начинают один за другим решаться. Эти опасности. Ты идешь, перед тобой видишь опасность, а Бог покрывает тебя, помогает. И думаешь, «О, прошел». Помните? Я не знаю, для чего было Иисусу идти по воде, но Он решил пройти по воде. Буря была велика. И Он проходит по морю, и лодка плывет, а Петр говорит, «Можно прийти к тебе по воде?» Он говорит, «Иди ко мне». И Петр начинает идти по воде. Мне нравится, как Каул Густав говорит. Почему все рисуют, как Петр начинает утопать, и не рисуют, как Петр идет по воде? Конечно, Он засомневался, но Иисус помог ему. Иисус не сказал ему, что «Петр, знаешь, ты маловерный, хорошо, утонешь». Нет, не бойтесь. В последний момент Бог даст руку и поднимет вас. Кто когда-либо пробовал банджи-джампинг, называется, когда тебя бросают с моста. Ты привязан, бросают с моста, и в последний момент на резинки толстые. И в последний момент поднимают, как бы, потом в конце поднимают тебя. И, знаете, я когда прыгнул так, я думал, зачем мне это было нужно? Кроме того, что я был там, еще ребенок со мной. И нужно было потянуть эту веревку, и ты падал с этого моста. Это опасность. Я потянул эту веревку, и, знаете, мы падаем вниз. И когда уже видно, что ты сейчас уже ударишься о землю, вдруг эта резинка тебя поднимает. И в этот день, конечно, я не пожалел, что я это сделал, потому что я понял, что сколько бы ты ни падал, ты не коснешься земли. И Иисус снова поднимет тебя. Аминь. Этот микрофон постоянно падает с меня. Хорошо. Итак, Моисей останавливается перед морем, открывается море, и он проходит. Снова опасность. В Евангелии от Луки 8.23, опять опасность, написано, во время плавания их, он заснул, на озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. Здесь слово говорит, что Иисус был в лодке, и опять поднялась опасность. Но Иисус усмирил бурю. Как вы думаете, это было легко? Разве было легко для апостолов? В Римской империи жизнь христиан была очень опасной, но они прошли. Знаете, сегодня христиане говорят, ну, сейчас я в этой жизни молюсь, получаю то, что прошу, и потом буду на небесах, тоже буду наслаждаться. Знаешь, служение не может быть в безопасности. Наш Эдик, когда ехал в Сирию, здесь рядом с нашим залом, здесь есть комната, я говорил с ним, я говорил, Эдик, я не хочу, чтобы ты поехал. Он говорит, пастор, только благослови меня, ладно? Я говорю, а если убьют тебя? Он по-русски говорил. Он говорит, ну, это же классно. Я говорю, ну, это опасно. Я говорю, я нескольким помогу. И он поехал. Он отдал свою жизнь за спасение некоторых. Если бы он боялся опасности, он бы уехал. Сегодня многие помазанники, они не боялись опасности. Однажды Астрика, это было в 90-е годы, Астрика позвонила, жена Эдика, мы вместе с Эдиком проповедовали, регистрировали церковь, наша команда, все вместе мы это делали. И мы с Эдиком хотели зарегистрировать церковь. И Астрика позвонила, говорит, Эдика арестовали. Это за веру, мы ничего не делали. Я сидел дома, 6.30 утра, и постучали в дверь. Открываю дверь, 15 человек заходят в дом. Знаете, на убийцу столько людей не посылают арестовывать. И говорят, где этот человек, где этот человек? Я не знаю, кто был этот человек, дипломат. Дипломат открывают, разве в нем должен был быть человек? Арестовали меня, я помню, как меня вели. Сейчас смешно, но раньше не было смешно. Двое с боков, один сзади, один спереди. И утром тот, кто просыпается в нашем здании, все видят, как меня ведут. Интересно, что он сделал? Посадили меня в машину, повезли в тюрьму, где Эдик находился. И мы там сидели, повели нас к одному офицеру в массиве, до сих пор помню. И один человек пришел с такими уставшими глазами, и немножко подвыпивший, и сказал, «Из-за вас я всю ночь не спал». Я говорю, «Почему? Что мы тебе сделали? Вы приносите заблуждение». Я не знаю, всю ночь, может, он читал какую-то книжку про старых богов каких-то. Я не знаю, что он сделал. Что вы приехали сюда и проповедуете еврейского бога. У нас есть боги. Нужно просто испещрить таких, как вы. Мы посадим вас, мы уничтожим вас. Если вы продолжите проповедовать, мы убьем вас на улицах. После трех часов такого семинара, знаете, и без перерыва этот семинар был. Один приходил, другой заходил, и просто пугали нас, что нас будут судить, нас посадят, нас убьют. И я говорю, «Эдик, что делать?» Он говорит, «Пойдем к памятнику Гая и будем проповедовать». Мы пошли и встали, начали проповедовать. И этот парень смотрит на нас, он хотел сказать, «Слушайте, у вас есть вообще разум?» Говорят, «Знаете, уходите лучше отсюда». Мы говорим, «Хорошо, неважно. Тот человек, который не боится смерти, он для дьявола опасен». И через некоторое время уже нас позвал прокурор сам. Из массива уже мы спустились на площадь. Как бы нас подняли в ранге опасности. И там был прокурор, я и Эдик, мы сидим, все там стоят, что-то учат нас. Мы вам говорим, больше не проповедуйте. Знаете, во скольких прокуратурах я был. И с меня брали, с меня хотели взять подпись, что я не буду проповедовать. Я не давал подписи, конечно. И много раз нам звонили, говорили, что мы вас убьем. Я сегодня стою живым перед вами. Не бойтесь этого, это только слова. И когда нам прокурор дает нам бумажку, чтобы мы никогда не нарушали закон, то есть не проповедовали, мы, знаете, мы соблюдаем закон, но до того момента, как нам говорят, не проповедуйте. После восьми часов семинаров, когда они просто записывали, как вы делаете, что вы делаете, они записали все это у себя. И, наверное, если в архиве хорошо поискаться, можно найти их записи. Они там большой том расписали о том, что мы делаем и как мы делаем. Это, наверное, как Евангелие будет для них. Знаете, сколько людей покаялись. Сейчас эти люди в церкви, слава Иисусу, мы не боимся. В какой бы опасности мы ни были, мы не боимся. Мы не боимся двигать дело Божие. И, знаете, как вы думаете, если бы в этот день мы убоялись? Ты скажешь, ну, какие вы храбрые. Это не так. Мы не храбрые. Вы не представляете, что вам не происходило тогда. Но мы думали, что нет, мы пойдем и мы будем проповедовать. Мы взяли эту змею за хвост, и она стала нашим жезлом. Поэтому мы сегодня проповедуем. Не бойтесь ничего. Господь с вами. Какую-то работу взять, карьеру. Тебе придет мысль, что у тебя не получится. Я скажу тебе, у тебя все получится. Не бойся взять змею за хвост. Аллилуйя. Повернись к соседу и скажи, не бойся, только сделай шаг. Сейчас ты можешь спросить, а если я сделаю, и не получится? Скажи, ну, не получилось, еще раз сделаю. Почему? На Кока-Коле написано, еще раз попробуй. Это нам кажется, что не получилось, но на самом деле получилось. Просто наши ожидания были другими. Ты проповедуешь одному человеку, хочешь, чтобы вся страна спаслась, и думаешь, ну, не получилось. Если будешь ожидать, что спасется один человек, все будет хорошо. Просто правильные ожидания должны быть. Я скоро подойду к завершению и буду молиться за освобождение от страха. Я так рад быть в этой церкви. В нашей церкви. Кто уже 4 или 5 лет ходит в церковь, поднимите, пожалуйста, руки. Знаете, для меня, однажды я давал интервью за границей, и я сказал, я нахожусь в церкви героев. Никто не забыл, что 2 года назад приходить в эту церковь было геройством, приходить в эту церковь, потому что людей гнали за эту церковь. Конечно, все приняли, сейчас уважают, но несколько лет назад. Если бы кто-то сказал, я из слова жизни, сняли бы с работы. Знаешь, я так рад. Я на днях говорил. Наша крестик, они сидят здесь, наша танцевальная группа. В этих трудностях они выходили и танцевали. Им говорили, вы сектанты, да, мы из этой церкви. И они не боялись провозглашать Слово Божие, Имя Божие. Знаешь, если ты человек искусства, подойди, пожалуйста, к Артуру Алискому. Мы всех вас хотим видеть на сцене, музыкантов. Они говорили, проповедовали. Были люди, которые отступили. Слово Божие говорит. Они упали, но мы встали и пошли вперед. Я увидел здесь много людей. Они что-то делали, сигналили, по телевидению говорили. Но вы говорили, что мы из церкви Слово Жизни. И слава Божия будет на вас, потому что вы взяли эту змею за хвост. И это церковь героев, я вам честно говорю. Было время, когда это было стыдно, как бы, быть из этой церкви. Но придет время, когда будет честью быть из этой церкви. Были люди, которые ушли из церкви. Не из-за того, что церковь была в славе. Знаете, они не приходили, потому что церковь тогда гнали. Но я верующий, я рад, что у меня есть Христос. Я верующий, и я благодарю Бога за вас, потому что вы не отступили, и до сих пор вы в церкви находитесь. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! В Еклесиасте написано, что тот, кто смотрит на ветер, не будет сеять. Тот, кто боится ветра, он не будет сеять. Скажите вместе со мной, те, кто боятся ветра, не будут сеять. Это в Еклесиасте 11.4 написано. Если ты идешь, сеясь, не бойся ветра, просто посей свое семя, потому что оно принесет плод. Оно принесет плод. Знаете, мы привыкли критиковать Самсона, но недавно я стал как бы его ценить. Ты скажешь, но ведь Самсон, как только мы говорим «Самсон», сразу рядом с ним появляется Далила у нас. Знаете, даже в мире, в миру есть такая песня. Весь мир, знаете, как знает Самсона, почему, 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 Далила, Дилайла? Почему ты обманула Самсона? Все знают о Самсоне, как бы из призмы Далилы. Человек упал, с кем не происходит. Это была его слабость. Но давайте посмотрим на его успех. Знаете, Самсон, я замечал, когда я писал эту проповедь, я взял жизнь, просмотрел Самсона. Этот парень всегда находился в опасности. Он никогда не думал идти по безопасному пути. Он не шел в город, он был один город, в котором люди сидели в безопасности. Он взял все эти ворота, все ворота города и унес. То есть конец безопасной жизни. Все говорят, где наша дверь? Мы были в безопасности, наши дети были в безопасности. Знаете, Самсон делал безопасную жизнь, опасность. Люди сели, у них все росло, пока не оказался там Самсон. Самсон там оказался и сказал, хорошо, я сделаю вашу безопасную жизнь, опасность. Завязал лисов за хвосты, поджег их и отпустил на поля. Лев себе ходил в безопасности, пока не увидел Самсона. Как только увидел Самсона, его разорвали на части. Вот так он ходил и искал опасности. Будь опасным для дьявола. Повторяю, будь опасным для дьявола. Аминь. Итак, хорошо, ну, Самсон упал, он из-за своей слабости, ему выкололи глаза, его завязали, и он стоит там, возле этих столбов, и филистимляне, они радуются, потому что самый опасный человек попался им в руки, он не давал им жить. И говорят, а теперь танцуй. И они устроили шоу, и они стали аплодировать, радоваться, что их опасность сейчас привязана. Самсон танцует. Сейчас мы в безопасности. Может, сегодня дьявол скажет тебе, ну, мы уловили тебя на грехах, и сейчас ты не опасен для нас. Но в конце, знаете, Самсону выкололи глаза, у него отняли видение, но Самсон, написано, что сила Господня восстановилась. Но я люблю Самсона, я хочу увидеть, как Петр идет по воде, я хочу увидеть, как Самсон геройство совершил. Знаешь, если бы нас спросили, чего мы хотим, и мы бы сказали, наверное, Самсон бы сказал, чтобы я исцелился, чтобы с меня упали оковы. Он бы встал и сказал, ну, все, я прошел через это испытание, никогда больше не пойду к Далили. Нет, он не попросил у Бога, чтобы видеть. Он сказал, Господь, дай мне сил, чтобы то, что я делал, когда я был здоров, чтобы последнее, что я сделаю, было намного сильнее. Я хочу этих филистимлен, просто он вышел на смерть, он сказал, я тоже умру, но вся история изменится. С сегодняшнего дня Израиль получит свободу. Он использовал свою силу не для того, чтобы глаза его исцелились, но чтобы все эти, весь этот, все колонны и все здание упало на филистимлен, и жизнь израильтян с этого дня изменилась. Возливленный, возможно, ты попал в грех, и дьявол тебя сделал клоуном среди людей, но пришло время, чтобы ты сказал, конец этому, я не буду бояться ничего, я не буду бояться опасности, я буду ходить вместе с тобой. И смотрите, что говорит апостол Павел, прежде чем я сейчас прочту, апостол Павел, хорошо, одну вещь хочу сказать, будь опасным для дьявола, будь опасным, аллилуйя. Сестра, как тебя зовут? Да, тебя. Офсана. Офсана? Правильно. Знаешь, что означает Офсана? Прекрасное имя. Знаете, эту красивую девушку зовут Офсана. Но я бы хотел, чтобы утром, когда дьявол посылает своих бесов, чтобы обольстить людей, чтобы он сказал, когда увидите Офсанну, не приближайтесь к ней, она опасна. А не то, чтобы увидел кого-то и сказал, ну, что хотите, можете с ним делать, он наш. Нет, но к Офсане не приближайтесь, она опасна. Как тебя зовут, брат? Да, тебя. Хамлет. Армен. Я хочу, чтобы каждого в нашей церкви называл дьявол, сказал, когда увидите Армена своим бесом, не приближайтесь к нему, потому что он нам голову расшибет. Галиаф, он был счастлив, пока не оказался перед ним Давид. Знаете, Давид положил конец счастью Галиафа. Как вы думаете, разве не было опасным выйти против Галиафа? Тебе сейчас кажется, ну, Давид пошел к нему. Нет. Братья Давида и Саул, они были сильные воины. Прочитайте про Саула, он был сильным воином. Очень мало было таких сильных воинов. И ты скажешь, ну, Давид был сильным, Саул там сидел в страхе. Знаете, это было сильное духовное давление. Это была опасность. Если бы сказали сейчас, Саул, выйди, выйди, и я тебя преодолею, Возможно, просто это было бы легко, но было духовное опасность, духовное давление. И Галиаф, он кричал, выйдите против меня, и никто не выходил. Этот сильный воин, Саул, он сказал, половину царства своего дам, если кто-то его победит. А Давид пришел, он принес там хлеб с сыром для своих братьев и увидел, как этот кричит опасность. И он сказал, я выйду и преодолею. Да, ты войдешь в эту опасность? Да, нет проблем. Взял свои камни и пошел. А не нужны тебе доспехи, меч? Нет, не нужно. Знаете, что Давид избрал? Он решил, лучше использовать то оружие, которое ты использовал, чем то неиспытанное оружие. Когда ты боишься, используй те оружия, которым ты всегда побеждал. Он пошел со своими камнями, Галиаф увидел его. Но эта первая победа Давида была не в том, что он бросил камень, но в том, что он пошел туда с камнями, потому что Галиаф, он не понимал, что происходит. Он подумал, послушай, если я эту крысу просто, эту мышку преодолею, весь Израиль будет мне рабами. И он просто удивлялся. Знаете, он держал свой щит. И Галиаф, он знал, как защититься от меча, но он не знал, как защититься от камня, от этого маленького камешка. А Давид покрутил, покрутил и отпустил, а Бог немножко подтолкнул. Раз, и Галиаф умер. Давид стал царем. Знаете, почему? Ради храбрости. Бог говорит, я есть Бог Авраама, Исаака и Якова. Знаете, кто были эти люди? Они не боялись опасности. Авраам не боялся. Оставил свою страну, вышел из своей страны. Исаак не боялся копать колодцы в чужой стране. Яков не боялся. Они все ходили в опасности. Посмотрите, от бытия до откровения вы увидите, что люди ходили в опасности. Посмотрите на пророков. Посмотрите на всех. Они ходили в опасности. Знаете, Даниил, Сидрах, Мисах и Абденага, им говорили, не молитесь. Сегодня мы молимся, нет проблем. Если бы Даниил, Сидрах, Мисах и Абденага имели счастье стоять здесь и молиться, они молились. Я не знаю, насколько вы молились сегодня, но они молились. Но тогда они должны были заплатить своей жизнью. Говорили, не славьте Господа, не молитесь. И уже молитва становится опасной. Знаете, как было опасно молиться во время коммунистов? Люди 17 лет в тюрьме сидели из-за молитвы. Во время Римской империи людей бросали в ров ко львам. Даниил продолжает молиться, его бросают в ров ко львам, но он молится. Он наполнен Господа. А львы, они не едят Господа. Кто-то может сказать на это «Аминь»? Они не едят Господа, они едят мясо. Чем ты наполнен? Сегодня. Знаете, эти львы становятся котятами перед Даниилом. И знаете, Сидраха, Мисаха и Авденага бросают в огонь, в печь огненную. Но среди них ходит один, кто подобен Сыну Божьему. Значит, если ты идешь в опасность, знай, что Сын Божий будет с тобой во всякое время, во всякий час. Слава да будет Иисусу. Теперь, еще одно сильное место хочу прочитать. Первая коринфянам, 15 глава, 30 стих. Написано, для чего мы подвергаемся опасности ежедневно. Скажи, ежечасно подвергаемся бедствиям. Кто хочет быть как Павел? Кто хочет быть как Иисус? Поднимают руки те люди, которые верят, что рождены от женщины. Хорошо. Кто хочет быть как Павел, чтобы победить в своей жизни? Все мы. Но мы готовы на это. Знаете, сегодняшняя Евангелие, которую я проповедую, она опасна. Многие люди любят идти в церковь и слышать, как ты будешь процветать, ты будешь успешен. Все, что ты сделаешь, будет хорошо. Но я сегодня говорю вам новое. Если не будешь рисковать, ничего не получится у тебя. И почему мы во всякое время находимся, написано, подвергаемся ежечасно бедствиям. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том, похвалую вашу, братья. Написано, каждый день умираю. Раньше я это место не понимал. И я спросил, что значит каждый день умираю. Написано, ну, его тело для греха каждый день умирало. Да, возможно, это близко к логике, но я не думаю, что апостол Павел был в таком грехе, что каждый день должен был умирать для греха. Кто согласен со мной? Да, однажды он написал в римлянах, что я просто распинаю свою плоть. Я верю, что апостол Павел, он вел святую жизнь. Кто верит со мной? Потому что нет такого, как он. Но написано, я каждый день умираю. Он утром просыпается и говорит, ребята, меня сегодня точно убьют. Они не позволят мне долго ходить. Он идет куда-то, стоит, проповедует, 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 и вдруг опять бросают в него камень. Касается, он сегодня не умер. Приходит вечером, говорит, интересно, сегодня не умер. Идет в Эфес, говорит, ребята, я выхожу проповедовать, эти меня точно убьют, и не умирает опять. В третий день я был в Эфесе, на этом стадионе, три тысячи людей там собирались. И он проповедует, говорит, до свидания, вот эти люди спасены, потому что меня скоро убьют, вы позаботьтесь об этих людях. Он идет, но опять не убивают, до того дня, как его обезглавили. Знаете, что он говорит? Я каждый день умираю. То есть он каждый день такое дело делал для Бога, что его могли убить, что он был в опасности. Дорогая церковь, я хочу вас призвать, не бойтесь опасности. Я сегодня помолюсь, чтобы вы освободились от всякого страха. Есть люди, которые даже боятся в машину сесть. А вдруг машина в аварию попадет, а вдруг самолет упадет, а вдруг будет так, а вдруг женюсь так будет. А вдруг будет держать себя за рамками. Делай шаг просто вперед. Раз, два, три, потом глаза откроешь, увидишь и жена есть, и дети, и служение. И деньги есть, и все есть. Только будь храбрым. Давайте поаплодируем Господу в действительности. Я вам скажу, дорогая церковь, врата ада не одолеют вас. Врата ада не одолеют живую церковь. Скажи «одолеть». Знаешь, что значит «одолеть»? Это значит, что это война. Мы в войне. Не написано, что я дам вам безопасность и так далее. Нет, будьте как Самсон. Там, где есть безопасность, просто уберите ворота. А что подумают люди? Ну, проповедуй, скажи «Господь будет с вами». Наоборот, Слово Божье говорит… Знаете, я часто слышу проповеди. Я думаю, этот человек интересно. Читает вообще Евангелие? Ну, Бог даст вам успех, удачу, мир внутри. Да, внутри будет мир. Но это не мир снаружи. Мы в войне находимся. Не в плотской, но в духовной войне. Знаете, когда Бог скажет тебе «проповедуй», знаете, что вам нужно делать? Вся атмосфера будет против вас. Здесь легко быть христианином. Ваши друзья будут выходить против вас. Скажут «опять ты начал, но ты проповедуй». Увидишь, молодой человек там сидит. Бог скажет тебе «иди и проповедуй ему». Два дня назад я поехал в Россию. В Геленджике была большая молодежная конференция. Я весь день проповедовал, и вчера вернулся. Инар Карен, Инара, а не миссионеры в Сочи. Мы вместе обедали, посидели. Мы заказали хачапури, и мы ели, чтобы потом пойти на служение. Эта женщина принесла обед. Я почувствовал, что мы не из-за хачапури туда приехали. Нужно что-то сказать этой женщине. И ты приходишь к тебе в мысль. В середине города столько людей проходит. Почему-то люди хотят, чтобы город был такой чистый, без людей, которые приносят какую-то опасность. Все так чинно следуют, все улыбаются. Например, в Ереване на Северном проспекте. Все ходят туда-сюда. И нет никого, кто эти ворота хочет вырвать. И я решил вырвать эти ворота безопасности. Она принесла, и я говорю, можно вас спросить? Она говорит, пожалуйста, вы верите в Бога? Она говорит, да, но у меня в жизни было столько ужасных вещей. Я говорю, а что произошло? Она рассказала, как у нее был потоп, дом у нее пострадал. И я сказал, что, знаешь, Бог может тебе помочь. И она начала плакать. Она приносит блюда и плачет. С одной стороны, конечно, она стала плакать. Она была счастлива, сказала нам добро пожаловать. А тогда она начала плакать. И я понял, что я убрал эту дверь безопасности. Эту дверь, которую люди строят, что не приближайся ко мне, я вытащил. Она открылась для Иисуса, и она сказала, я буду молиться, я буду ходить в церковь, я найду церковь. Она поняла, что Бог может благословить ее. Мы совершили свою миссию и ушли. Знаешь, как чудесно, когда ты достаешь эти засовы, и Иисус уже там становится дверью. Иисус сказал, я есть дверь. Слава Иисусу! Знаешь, когда мы приземлились в Краснодаре, я был с Леником нашим, одним молодым человеком. И там автобус становится, чтобы переместить нас. Все так стоят, серьезные. Но нужны врата, эти ворота нужно срывать. Нужно срывать эти ворота, которые люди построили вокруг себя. Знаете, они стоят, и кажется, ну, тот же народ армянский. Как бы в том же самолете мы прилетели. Тот же Лаваш, тот же Бастур-Муму мы ели. Но каждый построил вокруг себя такие стены, и не приближайся. И мы тоже стоим в своем мире. И вдруг сзади одна рука. Тук-тук-тук. Я повернулся, и одна женщина стоит с ребенком. Пастор, я из вашей церкви. Благословите моего ребенка. Я говорю, здесь? Она говорит, да, здесь, в автобусе. Эта женщина была храброй, и весь этот мир из своего мира смотрит на меня. Я говорю, сестра, давай помолимся. Я возложил руки свои на этого ребенка. Я сказал, Господь, благословляй этого ребенка. И не важно, как люди смотрят на меня. Этот человек, этот ребенок вырастет и станет сильным Божиим, помазанником Божиим. Не важно, как люди смотрят на тебя с балкона. Знаю, всегда будут смотреть на тебя. Вчера я проповедовал здесь. Это не означает, что это в норме, что так должно быть. Но это был шаг этой девушки. Не каждый должен так делать. Когда мы встали, Саркист так посмотрел на эту девушку. Одна девушка пришла, поднялась на сцену и обнимает меня. Говорит, пастор, так хочу обнять тебя. И молюсь за эту девушку. И я думаю, я подумал, что это самая храбрая девушка. Кто мог пройти через нашу службу охраны? Я не говорю, что сейчас нужно бежать ко мне. В нашей церкви есть такая история. У меня есть, как сказать, ребята, Маша, Люська, Арминэ. Они с детства, они меня знают. Мы всегда бываем у них дома, они приходят. И когда я приходил сюда, Маша приходит, бежит ко мне, и многие бегут эти ребята ко мне, и я их обнимаю. И многие подумают, что если ребенка приводишь, они должны приводить их ко мне. И одна женщина говорит, а вот он, вот он, пастор, обними его. Я говорю, почему ты заставляешь ребенка? Она говорит, а разве так не принято? Вот начинаются такие традиции. Нет, так не принято. Эта девушка просто побежала на сцену, обняла меня. Это тоже храбрость. Если бы боялась, не сделала бы этого шага. Послушайте, простой пример. Здесь есть люди, которые парикмахеры. Вот, пожалуйста. Если бы вы боялись постричь первого человека, как бы волосы первому человеку, никогда бы не сделали. Есть здесь врачи. Представьте, если врачи будут бояться дать первый совет или сделать первую операцию. Или бизнесмен первый, боялся бы вложить свои деньги, никогда не был бы успешным. Или проповедники, если бы боялись проповедовать, никогда бы не проповедовали. Делай храбрый шаг. Пока ты не возьмешь эту змею за хвост, она не станет жезлом. Ты скажешь, какой жезл мне поможет быть успешным? Тот жезл, которого ты боишься. Вот этот жезл. Слава Иисусу. Аллилуйя. Если ты сегодня смотришь по интернету и боишься прийти в церковь, знаешь, есть люди. Я встречал таких людей. Они боятся людей. Они говорят, ну, я не могу сидеть среди людей. Там так много людей. Не бойся, приходи. Твой успех, он здесь. Давайте все встанем, возлюбленные. Если тебя спрашивают, ты верующий? Не бойся сказать, да, я верующий. Знаешь, сегодня не важно, как люди будут смотреть с балкона на тебя. Но завтра, послезавтра, твои дети, твои внуки скажут, что мой дедушка, моя бабушка не боялись сказать, что они верующие. Они пример для нас. Кто понял сегодняшнюю проповедь? Аллилуйя. Давайте вас поем, а потом будем молиться, чтобы освободиться от страха. Субтитры подогнал «Симон»!